Доброго дня! Вы смотрите программу «Хочу домой» на телеканале «Самор Агиз». Это программа о бродячих бездомных животных. И, конечно, рассказываем о домашних питомцах, которые обрали свой дом. Итак, что сегодня вы увидите? Первое – это, конечно, информация о собаках и кошках, которым ищет свой дом и своего ответственного владельца. Видеовизитки. Посмотрите, может кто-нибудь вам понравится, и вы заберете собаку или кошку домой. Обращаю внимание, что после каждой видеовизитки мы даем номера телефонов, по которым вы сможете получить дополнительную информацию. Далее. Необычный сюжет о необычных домашних животных. Ну, по крайней мере, не так распространенных в обществе. И, кстати, специалисты дают совет. Прежде чем их заводить, несколько раз изучите условия их содержания. И, конечно, беседа в студии с гостем. Сегодня у нас Татьяна Сучкова, председатель автономной некоммерческой организации «Кот-бегемот». Ну, главная новость, потрясающая любителей животных, это, конечно, гибель домашнего кота далеко от железнодорожной станции Киров по вине проводницы поезда. Есть, конечно, спорные моменты, которые обсуждаются на разных медиаплатформах. И главное, это то, что пассажир поезда не сообщил, что с ним в переноске едет кот. И половина электората винят в гибели кота, конечно, и его владельца за недонесенную информацию проводнику поезда. Но основную вину вменяют проводнику поезда. Почему она решила, что в вагоне бродячий кот? Еще раз напоминаю, что у нас в студии Татьяна Сучкова, председатель автономной некоммерческой организации «Кот-бегемот». Ну и, Татьяна, здравствуйте. Давно у нас не были. В общем, ваше мнение по поводу данной ситуации? По поводу ситуации, конечно, нельзя сейчас судить, потому что действительно очень много разной информации появляется. И о том, что кот был не с хозяином, а просто с перевозчиком, который якобы 8 часов не замечал, что кот, собственно, не в переноске. Для меня это странно, потому что, когда перевозишь животное, по крайней мере, ты же смотришь, что он там находится. Периодически кидаешь гляд на собаку, на кошку, как оно там себя чувствует. Поэтому странно, что человек, который его перевозил, якобы 8 часов не видел, что кота нет в переноске. В моем понимании… Ну, как-то непонятно, то есть, ну, вот, оттуда появилась кошка, и почему она должна сбежать со станции тоже, ну, обычно, значит, кто-то ее просто принес с собой. Скорее всего, да. В моем понимании, если везут животное, то проводники знают об этом. Разве не должно быть какого-то билета на животное? Ну, должны показать багажную квитанцию, именно квитанцию о том, что со мной едет животное. Да, животное, да. Поэтому, ну, либо проводник просто не захотел заморачиваться, скажем так, этим вопросом. Ну, и вообще, ситуация странная. Даже если это было бродящее животное, скажем так, минус 30 за окном, непонятная станция, как я понимаю, безлюдная, да, ну, можно же проявить какие-то человеческие качества, да, довести даже это животное, пусть оно бродящее, довести до большого города, где оно не замерзнет в поле, и там уже, ну, если ты считаешь, что это бродящее животное, можно обойти весь поезд, спросить. Это все вопрос о человеческом, скажем так, равнодушии. То есть, ну, ей было просто проще взять, ну, это же проще простого взять и выкинуть животное, чем пойти, там, спросить у каждого, там, разбудить. Это не ваше животное. Посмотрите, переноски. Переноски достаточно большие в объеме для того, чтобы увидеть. Ну, в общем, тут, скажем так, очень много вопросов. Еще нужно разбираться на самом деле. А вам приходилось перевозить животных на дальние расстояния в поездах или, ну, в машинах, понятно, наверное, да, и в самолетах? Нам приходилось везти животных, собак, скажем так, но мы перевозили в зоотакси. Я, если честно, не доверяю самолетам, потому что очень много случаев, когда выкидывают из багажа, там, и смертельных случаев неоднократно. Но у нас наш самарский известный волонтер, вот сегодня я ей позвонила, тоже спрашивала ее, она перевозила и собак, и перевозила кота Майкуна в Санкт-Петербург. Она выкупала купе обычно, полностью выкупала купе, животное у нее было в переноске, собаки, соответственно, были просто. Но она говорит, что у нее никаких проблем не было, наоборот, всегда проводники как-то помогали и даже, ну, естественно, знали о том, что есть животное. Никаких проблем не было, никаких скандалов, ну, в общем-то, всегда все было. Как правило, да, сколько мне приходилось как бы ездить и по железной дороге, и на самолетах перевозить собаку, что-то действительно, наоборот, люди проявляют интерес, спрашивают, как животное, как оно себя чувствует, как они там, не жарко, а может водичка, а может еду принести. Ну да, как-то обычно всегда все было нормально. Я со своей собакой путешествую на машине, и как бы наоборот, ну, я всегда вожу с собой ветпаспорт его со всеми прививками. Мы ездили с ним в Крым, и в Крыму нас всегда встречали хорошо, поэтому у нас вот никогда не было проблем. Ну да, то есть тем более, что сейчас все-таки меняется отношение во многих отелях, во многих гостиницах, и уже можно, может быть, разместиться, опять же, в отелях, в гостиницах со своей собакой, ну, за какую-то дополнительную оплату. Да, 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 поэтому ситуация странная. Мне кажется, что тут действительно больше человеческое равнодушие. Это скорее наука о том, что вот сейчас нам, людям, которые сейчас это активно обсуждают в интернете, может быть, этот человек, который обсуждает, может быть, он наоборот не пройдет мимо бездомного животного и запустит лишний раз в подъезд. Потому что, ну, есть же случаи, когда кошки, особенно кошки, замерзают около закрытых продухов, замерзают около домов, когда в тот момент, когда человек мимо нее идет. Татьяна, ну, давайте прям немножко поговорим о вашей организации. Приют для бездомных животных у нас в основном кошки, у нас около 20 собак и больше 100 кошек в настоящий момент, уже почти 150, можно сказать. Так мы расширяемся в основном за счет кошек. Вот. Существуем мы больше четырех лет. В настоящий момент два учредителя. Я и второй еще учредитель у нас есть. Вот. Но, собственно говоря, мы ездим на выставки, пытаемся пристроить животных. Основная наша цель – это именно, чтобы каждое животное обрело свой дом. Итак, время подошло к просмотру видеовизиток. Еще раз обращаю внимание, что мы транслируем их по несколько раз в день на протяжении двух-трех недель. И если вам понравилась собака или кошка, набирайте номер, который мы указываем после визиток. Обратите на него внимание, пожалуйста. Смотрим. Черная маска на морде, лапки белые, как белые сапоги. Преобладающий цвет рыжий с темным оттенком. Эту собаку подобрали на улице месяца четыре назад. Назвали ее Тинки. Сейчас ей восемь месяцев. Ей ищут нового хорошего владельца. Характер добрый, очень человекоориентированная, может жить в квартире, спокойная, умненькая, понимает команды, знает свое имя, кличку. В общем, не собака золота. Обратите внимание на нее. Спокойно и хорошо адаптируется в новых условиях. Обращаться по телефону 8-939-717-09-11. Посмотрите, какой красивый мудрый кот. А ему всего 10 месяцев. Назвали его Базилик. И ему ищут своего хорошего владельца. Мы ищем самых лучших маму и папу. Он кастрированный, двукратно привитый, очень игривый, отлично знает лоток. Когтеточку тоже мы знаем и умеем драть. В общем, ребенок полностью готовый к пристройству. Единственное, что на данный момент, конечно, напуганный. А так прям очень игривый, классный. Обратите внимание и заберите его из приюта. Ему очень хочется иметь своего владельца и свой уютный дом. Обращаться по телефону 8-937-663-85-82. Предлагаем вам собаку беспородную. Ну, наверное, в народе говорят метис. Хотя вот что-то есть от американской акиты. Смотрите, какая хорошая, красивая мордочка. Довольно-таки крупный кобель, широкий. Но по характеру очень-очень добрый. Буквально за несколько минут нам удалось наладить сим-контакт. И он поднимает даже какие-то команды. Допустим, там, Буран, команда, сидеть. Сидеть. Вот, молодец, хорошо. Только поверите на камеру, чтобы нам было видно. Хорошо, молодец, умница. Очень добрая, социализированная собака. В общем-то, никакой агрессии по отношению к посторонним людям. Вот к нашей, по крайней мере, съемочной группе собака не проявила. При том, что мне удалось с ним уже немножко погулять. И он довольно-таки очень быстро привык к тому, что с ним гуляет уже другой человек. Ищем хозяина этому псу. Если вы заинтересовались этой собакой, звоните по телефону 8-927-701-3638. Помогите пристроить этих животных. Наверное, произнесу лозунг, если не вы, то передайте другому. Итак, следующий вопрос. Все-таки продолжим эту тему по вашей организации. Сколько у вас сейчас собак и сколько кошек в данный момент? То есть вы говорили там около 20 собак, по-моему, да? Около 20 собак и больше сотни кошек. Я, если честно, даже точное количество уже не могу сказать, потому что их много. Собаки пристраиваются, собак пристроить сложнее. Вот прошло 4 года, и есть все-таки, наверное, с чем сравнивать. По сравнению с тем, что было 4 года назад, ну 4-3 года назад, ты вот сейчас, на ваш взгляд, вот уровень оказания помощи в вашей организации уменьшился, да? Да. И это что, интерес или просто какие-то финансовые сложности у тех организаций? Мне кажется, что финансовые сложности у населения, скажем так. У многих сейчас как бы проблемы, поэтому, мне кажется, многие просто уже не до собак и кошек. Помещение, которое у вас находится, ваш приют, ваша, значит, передержка временная, это административное здание. Скажите, насколько там ваши соседи спокойно? Ну, соседи у нас разные. У нас есть соседи с двух сторон. С одной стороны, у нас с ними все это время вполне ровные отношения, мы с ними вполне мирно существуем. Вторые соседи у нас не очень довольны. То есть там постоянно лай, да, или что-то? Ну, у них там свои какие-то. Мы тоже ими не очень довольны. Они нами, а мы ими не очень довольны. Такое бывает. Мне кажется, это не только в отношении собак и кошек, просто бывает такое. Но мы с ними мирно живем. А может быть, там просто какую-то звукоизоляцию сделать? На самом деле их не слышно, собак. Не слышно, да? Да. Ну, слышно там прям очень-очень отдаленно. Вот. Но мы на самом деле всегда стараемся жить с соседями мирно. Даже сколько бы у нас... Да, у нас бывают какие-то ситуации, когда мы можем друг другу что-то сказать, но мы живем с ними мирно, мы всегда стараемся им помочь, они стараются нам помочь. То есть нет у нас таких вот открытых конфликтов. И те, и другие соседи с нами с первых дней. И вот прям вот чтобы открытых конфликтов еще что-то никогда такого не было. Понятно. А скажите, всех ли животных удается выгулить? Ну, наверное, здесь конкретно... Собак? Конечно, собаки все выгуливаются. А, кстати, вот по весне кошек, возможно, там, допустим, на солнышке, чтобы они посидели? Витамин D6, D12 получили? Ну, вот у нас, если вы же приезжаете к нам снимать видеовизитки, вы видите, мы сделали для кошек отдельное помещение. И у кошек теперь стоит на окне антикошка. Это специально для того, чтобы они могли посидеть на окошке и немножко как бы подышать воздухом. У нас была мысль сделать им такой специальный балкончик, чтобы они могли как бы выходить на солнышко. Но мы эту мысль исключили, потому что бывают разные ситуации, чтобы не было такого, чтобы там отравили или еще что-то. Потому что люди разные все бывают. Естественно, ты же не будешь вот все время пока сидеть и смотреть за ними. Ну, кстати, было бы интересно, да, некий такой вольерчик-балкончик сделать, и там по три-четыре кошки по весне и по лету бы выпускать, и было бы... Была у нас мысль. Были бы люди даже, наоборот, с интересом мы подходили бы туда. Ну, у нас была такая мысль, но мы ее все-таки решили не рисковать. Мы за каждую кошку как бы переживаем, поэтому решили, что лучше не делать так. Потому что можно подойти, сунуть там какой-то кусок мяса и с отравой. Лучше уж так, чтобы они под присмотром все-таки были. А как часто удается пристраивать собак и кошек? Кошек чаще. Обычно кошек забирают вот у нас в среднем, в месяц 3-4 кошки у нас уходят домой. Собак в конце года... У вас есть какие-то там соцсети, платформы, где вы размещаете информацию о ваших животных? Мы размещаемся ВКонтакте, у нас есть группа ВКонтакте. Вот, а потом мы выезжаем на выставки с кошками, естественно. И два раза в год, когда идет большая выставка от флагмана в Эксу, мы тоже обязательно присутствуем с собаками и с кошками. Вот в конце года у нас забрали двух собак прямо подряд, друг за другом. А вот так, да? Вот скажите, смотрите, вот у вас собаки, которые со слабой нервной системой, они боятся всего, они шугаются. Ну, вот понятно, что такую собаку, в общем-то, не так часто можно отдать. И, наверное, интерес к такой собаке будет понижен. Да, такое есть. Вот у нас есть собака, я изначально была ее куратором, до того, как мы открыли приют. То есть она вместе со мной уже, получается, лет шесть, наверное, еще до приюта. Она была сначала на одной передержке, на другой. Она была самая слабая в стае и самая нервная, как вы говорите. Вот. И за все это время мы ее возили на выставке. Сейчас мы ее даже не возим, потому что она очень переживает. И на выставке к ней никто не подходит. Она забивается в угол, она сидит там, лежит, закрывшись лапами. Она два раза у нас пыталась на выставке сбежать в состоянии стресса. И после последнего раза у меня был такой стресс, что я решила ее больше не возить. Потому что она у нас вышла из ошейника. Ну да, то есть собакам-то... С собакам нужно общение от человека, да? А людям нужно все-таки... Чтобы собака, да, общалась. Чтобы было видно, что собака проявляет интерес, что она не будет бегать, не дергаться. Ну хорошо, а что с такими собаками делать? Ну она ничего, она у нас живет. То есть она прописана на всю жизнь? Ну я думаю, что да. Я глубоко сомневаюсь, что ее кто-то возьмет. По моим предположениям, ей, наверное, лет 10 сейчас. Потому что когда мы начали курировать стаю, из всей стаи все собаки пристроены, кроме нее. Причем она интересная внешне. Как бы она такая небольшая, она такая аккуратная, она приучена к выгулу. Но она не общается с людьми. Татьяна, у меня есть вопрос, который тоже мы начнем. И, возможно, продолжим в следующей студии. Как вы считаете, тема родящих животных сейчас, она и интерес со стороны именно общества, не со стороны властей, а именно общества, оно как-то ослабевает? Нет. Нет? Или все так же люди относятся к болезни, чем животным, с пониманием именно, что нужно решать эту проблему? Не знаю, как насчет понимания, но то, что интерес есть, да, конечно. Насчет понимания вопроса. Понятно. Итак, приходится прерывать наш разговор и перейти к сюжету о содержании необычных животных в домашних условиях. И, как ни странно, им тоже нужен дом. У взрослого поколения, проживающего в Самаре, наверняка отложилось в памяти знаменитое место 90-х-2000-х годов – станция ЮНАТОВ. Сюда приходили, чтобы более детально изучить флору и фауну не только нашего региона, но и других стран. И именно здесь можно узнать более детальную информацию, почему, стоит подумать, прежде чем заводить у себя дома экзотическое животное, даже из нашей фауны. Первый пример – это черепаха. Здесь у нас представитель нашей фауны. Это болотная черепаха. Она уникальна, во-первых, потому, что это третичный реликт. То есть вот с тех далеких времен, которые нам очень сложно представить, мы можем только увидеть в мультиках или фильмах, она не изменила свой внешний вид. Поэтому можно четко сказать, что это прям родственник и современник динозавров. Именно таких или немного других черепах, красноухих, в последнее время стали заводить взрослые у себя дома для детей. Однако после того, как сталкиваются со множеством, нет, не проблем, а, скажем, плановых забот, интерес к ним постепенно пропадает. Вы приходите в зоомагазин, видите вот такую маленькую черепашку, очень симпатичную, с такими красными полосочками на голове. Это красноухая черепаха, родина Северная Америка. Вам говорят – это милейшая, никаких проблем. Кормите гомару самулюмотелем, и будет она у вас жить и вас радовать, можете с ней общаться. Отнюдь. Эта черепашка маленькая, пока она в зоомагазине. Далее она вырастает крупнее, чем вот эта наша местная болотная черепаха. И вы можете себе представить, какой объем воды ей нужен? Для того, чтобы черепаха себя хорошо чувствовала, а мы, если заводим друга дома, то мы, естественно, должны переживать о его состоянии и здоровье, нужно обеспечить правильным кормлением и содержанием. Черепаха – это водное существо. Она греется на суше и охлаждается в воде. И по мере увеличения ее размеров необходимо увеличение и объема воды. Взрослой черепахе нужен аквариум примерно 400-500 литров с постоянной фильтрацией. Потом все эти черепахи, поскольку они живут в неволе, они должны быть обеспечены витамином D. Нехватка витамина D приводит к тому, что у них начинает нехватка витамина А, в частности. Опухают веки, черепахи перестают кушать, становится мягкий панцирь и, соответственно, они погибают. Но наши люди в основной своей массе, когда черепаха достигает более-менее крупных размеров, пытаются от нее избавиться и приносят нам в центр, либо в какие-то кафе отдают летом, но потом наступает зима, и, как вы понимаете, в естественной природе эти черепахи выжить не могут. И здесь опять начинается мытарство. Если люди порядочные, они будут долго искать нового владельца для своей подросшей черепахи. А посему, прежде чем заводить черепаху, подумайте, сможете ли вы обеспечить ей счастливую, беззаботную жизнь. Ну а если людям все равно до судьбы домашнего питомца, его чаще всего несут на любой городской водоем. Но не все черепахи могут там выжить, особенно красноухие и в холодное время года. У этой черепахи большая трещина на панцире и сложная судьба. Лечили ее 4 года, приводили в порядок, откармливали, накладывали специальный клей на панцирь и, наконец-то, удалось привести ее в порядок. И практически полностью известна история ее жизни. Маленький ребенок уговорил родителей, привезли домой, но не смогли обеспечить должного ухода. Черепашонок заболел, грустил по своей маме, братишкам, сестренкам и друзьям. И его выпустили в городское озеро. Но так как он не знал, куда ему идти искать своих родных, он выполз на дорогу, мимо проезжала машина, наехала на него. И еле живого черепашонка принесли нам для того, чтобы мы его спасли. И, опять же, хорошие, добрые люди. Ну, так вот, мораль этой сказки, которая основана на реальных событиях, такова, что мы должны научить взрослых и детей не брать из дикой природы ни растения, ни животных. Практически все люди, да и братья наши меньшие животные всегда хотят иметь свой дом и свое уютное жилище. Поэтому прежде чем заводить любое животное, подумайте об ответственности перед ними. Ну, а в следующей программе мы расскажем, почему стоит подумать, когда заводите очаровательное животное – шиншиллу. Еще раз напоминаю, что прежде чем замести красноухую черепаху или любое другое экзотическое животное, ну, то же самое шиншиллу, подумайте, как будете за ними ухаживать. Татьяна, а, кстати, экзотических животных приносили вам? Нет, ни разу. У нас жили еноты несколько лет в приюте. Это же экзотическое животное. Да, но это были неподброшенные еноты. А, неподброшенные. У них была хозяйка просто, которая не могла их держать дома, а они жили у нас в приюте. Но она не могла держать дома вот как раз по теме того, что все-таки за ними сложно ухаживать или чисто по здоровью? Ну, насколько я помню, там маленькие квадратные метры были, а еноты – это такие ребята, которым надо простор, и они активные, они все время что-то рушат и так далее. Вот. А так один раз нам попугая приносили, но чисто на передержку. Вот. А подбрасывать – нет. Хотят, подбрасывают. Вот. В общем, в основном кошек, скажем так. Вот. Куда их дели? Кого? Енотов. Хозяйка забрала. А, то есть назад все-таки, да? Да, забрала. Они у нас около двух лет, по-моему, жили, и забрала. Нет, черепах не подбрасывают, слава богу. Вот. И хомяков вроде тоже не подбрасывают. Ну, наверное, вот следующий вопрос, который я всегда его задаю. Ну, смотрите, все-таки время идет, и, опять же, с того момента, когда мы начали осваивать программу СВВ, да, отлов, стерилизация и выпуска в естественную силу обитания, все-таки, как вам кажется, сейчас собак становится меньше или все так же, такое же количество? Или они все-таки как-то мигрируют, вот, по вашим наблюдениям, там, из одного района в другой, переходят? И самым кажется, что, в общем-то, собак нет. Ну, вот, в моем районе, я живу возле парка Гагарина, по моим ощущениям, стало собак меньше. Вот то, что я вижу, потому что, как вы понимаете, по роду деятельности я хожу, я всегда вижу животных, особенно те, которые с бирками на ухе, я на них обращаю внимание. И вот за последний год, когда сменился, можно сказать, поставщик услуг, мне кажется, подрядчик, да. Мне кажется, что стало животных меньше на улице. Ну, насколько я знаю, они очень много оставляют у себя в приюте, занимаются ими, поэтому вот в моем районе я могу точно сказать, что стало намного меньше. Раньше прям очень много были стаи. Сейчас я вообще стаи не вижу. Очень часто на выставках зооволонтеры, ну, или просто волонтеры, да, они говорят, что вот этих собак выбрасывают, выкидывают. Но, слушайте, неужели такое количество собак выбросили? Тем более, это же метисы. Может, все-таки это именно то самое действие или та самая проблема, с которой мы столкнулись после того, как перестали заниматься эвтаназией? Ну, я не знаю насчет того, что выкидывают. Ну, наверное, выкидывают тоже много достаточно. Потому что у меня такое ощущение складывается, что вот люди говорят, вот эту собаку выкинули. У меня складывается ощущение, что везде одни злые владельцы и одни злые люди. Нет, ну, выкидывают тоже много. А потом, если вот, смотрите, если три года назад выкинули собаку, давайте, считай так, нестерильную, она родила, предположим, 10 щенков. Это среднее, как рожает дворняжка. Ну, или не дворняжка, неважно. Эти 10 щенков через 9 месяцев родят еще 10 щенков. И так далее. И в геометрической прогрессии мы начинаем... Вот это да, геометрическая прогрессия, да. Да, это не... какая разница? Вот я, например, три года назад выкинула собаку, предположим, нестерильную. Значит, через три года я уже обеспечила город... Как минимум 200 собак уже есть, которые бегают. Да, они родились на улице, но изначально-то кто в этом виноват? Получается, что виноват-то я, который выкинула нестерильную собаку. А у нас таких товарищей, которые выкидывают... Они заводят щенка, через какое-то время они понимают, что им заниматься сложно, не выкидывают. То есть, самое сложное. Вы сами по роду, опять же, деятельности, по роду того, что все-таки вы владеете таким количеством собак, выброшенных и бездомных, сталкивались с тем, что именно с проведением льготной стерилизации. Или вот, допустим, вам приводят собаку, где вы ее стерилизуете? У нас вообще есть свой собственный врач, к которому мы обращаемся. Да, я знаю, что есть клиники, которые работают с волонтерами, но, по крайней мере, раньше работали. Я сейчас не отслеживаю, потому что мы приглашаем врача, а у нас врач сам все делает. Соответственно, мы сами покупаем все, что нужно для покупки. Бывает, что собаку принесли на временную передержку, потом раз и не забирают? Конечно, у нас тоже так было, да. У нас несколько, два, по-моему, случая было. Но мы, в общем-то, очень удачные... А, да, два случая было таких, если я не ошибаюсь, за все это время. Вот. Одна прям была домашняя-домашняя. Ее просто хозяйка уехала и вот не вернулась за ней. А вторая была собака с улицы. То есть человек якобы захотел помочь, но помог нашими руками, потому что она ее привезла и просто бросила ее. Итак, вынужден констатировать, что наша программа завершилась. Будь ты добры к братьям нашим меньшим, как, впрочем, и друг другу. Хорошего настроения и мирного неба над главой. До следующего эфира. Пока-пока.